Саша, ну мы с тобой все пропустили. Ты только посмотри на эти фотографии, которыми заполнен интернет. Это все насобирали жители Самарской области, Старая Бенарадка, Сызрань, да даже можно было в городе набрать корзиночку грибов. Ладно, ладно, Саша, не расстраивайся. Вот позволь тебя утешить баночкой таких грибов. Правда, они куплены в магазине, но я надеюсь, по вкусу не отличаются от настоящих лесных. Осень еще не закончена, поэтому за грибами мы обязательно успеем сходить. Но самое главное, нужно подготовиться к походу за грибами. Во всех премудростях похода за грибами сегодня будем разбираться и приглашаем вас, уважаемые телезрители, вместе с нами на тику охоту. Доброе утро, губерния! В студии большой белый гриб нашего эфира Александр Кондратьев. Да, и лесная фея Александра Байдачная. Пока еще в нашей губернии можно собрать баночку и корзиночку маслят. Давайте будем готовиться к походу за грибами и как бы нам не заблудиться, когда будем искать сыроежки и всякие там рыжики. А в поисках рыжиков, Саша, заблудиться трудно. Они растут в молодых сосновых лесах, где светло и просторно. А вот если ты захочешь набрать корзиночку опять, то нужно искать поваленные деревья и пни. С одного такого местечка можно набрать целую корзину. Да, интересно, какие грибы водятся в кривом лесу. Криволеси Польши славятся своими странными изогнутыми деревьями, причем вокруг этих сосен растут вполне обыкновенные. Кто изогнул эти деревья и зачем, остается до сих пор загадкой. Забавный лес из Баобабов растет на острове Мадагаскар. Некоторым из деревьев больше 800 лет и все они на следе густых тропических лесов, которые когда-то здесь процветали. А я бы побродил в лесном Бермудском треугольнике. Лес в Румынии в одном из городков привлекает множество путешественников, любителей мистики и таинственности. Ох, хорошо, что наши леса спокойны и богаты грибами. В березовых рощах можно найти вал, в мушку на лугах растут шампиньоны, а вот в смешанных лесах подосиновики, грузди, сыроежки. В общем, друзья, вперед на грибную охоту. Надеюсь, мы вас заразили. Да, только не забудьте вооружиться точным прогнозом погоды. Будет ли сегодня грибной дождь, подскажут синоптики. По сведениям синоптиков, 23 сентября в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до 19 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров покажут плюс 6, плюс 8. На севере и западе региона ожидается облачная погода и 18 тепла. На востоке и юге воздух прогреется до 19 со знаком «плюс». Ночью в областной столице 6 градусов выше 0. Днем в Самаре и Тольятти переменная облачность без осадков. Температура воздуха плюс 18 градусов и легкий южный ветер. Отправляясь в лес, грибник должен хорошо подготовиться. Во-первых, сказать родным, куда он отправляется, в какое место искать грибы. И, конечно, если он это делает на машине, проверить, хватит ли ему бензина добраться до леса и обратно. Собирайте только те грибы и ягоды, в которых вы точно уверены. Ведь никто не хочет отправиться после приятной прогулки по лесу в больницу с отравлением. А вот одеваться настоящий грибник должен как светофор. Ярко-желтые, оранжевые, красные куртки, да еще со светоотражательными полосками помогут вам найтись в лесу в нужный момент. Ну, а если вы все-таки заблудились, не паникуйте, остановитесь и прислушайтесь. И наверняка вы услышите то, что нужно. Работающий трактор слышно за 34 километра, собачий лай за 2-3, проходящий поезд аж за 10 километров. Поэтому не беспокойтесь, всегда найдется выход. А если точно будете знать, что вас будут искать, да, в случае того, если вы заблудились в лесу, оставайтесь на месте, разведите костер и пойте любимые песни. По голосу вас легко найдут. И также, если захотите выбраться сами, можно определить выход по солнцу. В наших широтах солнышко с 10 утра до 7 вечера располагается на южной стороне. Да, и хорошо, если удастся выйти к линии электропередачи или какой-нибудь речке, двигаясь вдоль этих объектов, вы наверняка выйдете к людям. Ну, и старое правило, известное всем со школы. Мох растет с северной стороны дерева, тоже может вам пригодиться. Да, если вы начнете мерзнуть, то пара энергичных движений позволит вам вернуть ощущение тепла. Поэтому прыгайте, бегайте, а лучше всего вспоминайте упражнения из нашей рубрики «Простые движения». Спасительный фитнес прямо сейчас. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы вам покажем несколько простых движений из комплекса пробуждения йога. Вдох. На выдохе колени пошли к груди. Вдох. Вдох. Пяточки в потолок, ноги сильные. Выдох. Медленно опускаем. За ногами пошло туловище. Подтягиваем стопы ближе к тазу, обняли колени. На вдохе через макушечку вытянули спину. Вдох. На выдохе бросили голову, расслабили шею, спину. Работают только руки. И вдох. Вытянулись. Фиксация. Не теряя осанки. Выдох. Вместе с воздухом сбросили напряжение в тазовой кости, в коврик, в пол, в землю. Голени скрестно, выкатились на колени. Кошка. Кисти рук, проекция плеч. Вдох. Проваливаем грудь, сводим лопатки. Выдох. Спина горой вверх. Вдох. Проваливаем грудь. Выдох. Выдох. Хорошо. Руками толкнулись, развели лопатки. Вдох. И на выдохе подали правую ногу в линию туловища. Носок на себя, пятка от себя, макушка вперед. Потянулись. Вдох. На выдохе колено к плечу. Есть контакт. Вдох. Нога в сторону. Тянем носочек на себя. Нога сильная, прямая. На вдохе нога по дуге. На выдохе колено, груди, пяточка к тазу, спина горой вверх. Посмотрели, ну плохо. Фиксация. Исходная позиция. Правое колено в центре коврика. Вдох. На выдохе левая нога в линию туловища. Носок на себя, пятка от себя, макушка вперед. Потянулись. Вдох. На выдохе колено пошло к плечу. Есть контакт. Вдох. Нога в сторону. Носок на себя, нога прямая. Обе руки прямые. И на вдохе нога по дуге. На выдохе колено, груди, пяточка к тазу. Посмотрели на пупок. Исходная позиция. Скомпенсируемся. Вдох. Выдох. Спина горой вверх. Хорошо. Спина плоская. Руками толкнулись, развели лопатки. Вдох. И на выдохе уходим собаку мордой вниз. Отстраиваем линию руки туловища. На вдохе носочки потянули на себя вверх. Пяточки подаем на коврик. Вытягиваем заднюю поверхность бедра голени. Вышли на основание пальцев. Чуть присогнули ножки. Мягко прыгнули к рукам. Оп. Бедра параллельно полу. Вдох. Руки вверх. Выдох. Чуть подтянули живот. Убрали поясничный прогиб. На вдохе руками вытянули спину. Вдох. На выдохе на масте. Ладонями давим друг на друга. Через макушку еще раз вытянулись. Вдох. Выдох. Солнышко встает. Медленно. Еще раз. Ладонями давим через макушку. Вытянулись. Вдох. Тадасана. Выдох. Всем доброго дня. Знаменитая лысая гора на берегу Волги на самом деле не такая уж и лысая. Путь к ее вершине лежит через очень даже живописный лес. А чтобы уж насладиться видом с горы, на самом деле стоит того, чтобы забраться на нее и посмотреть, какой рассвет потрясающий с ее вершиной. Красота, что и говорить. Ну а за настоящим грибным урожаем стоит отправиться в Малую Малышевку. По словам грибников, здесь водятся сморчки и вешенки. На границе с Борским районом лес богат опятами, маслятами и белыми грибами. А по пути из Суходола в сторону Кенель-Черкасс есть березовые посадки, где водятся грузди и опята. А вот места поближе к городу. Если отправиться в сторону поселка Прибрежный, можно найти опята. Груз здесь тоже водится. В рощах поселка Управленческий есть подберезовики и сыроежки. В лесу возле села Новосемейкино растут вешенки и маслята. Вот такую грибную карту мы для вас составили. Но есть в нашей губернии леса не только богатые грибами, но и легендами. Например, урочище Гремячье в Сызранском районе. Согласно преданиям, здесь в пещерах уже много тысяч лет живет карликовый народ, который здешние чуваши называют человек-филин. А близ села Михайлов Катерингульского района есть лес с камнями причудливой формы. Некоторые напоминают фигуры черепах, крокодилов и лица гигантских людей. Есть поверье, что если обнять каменного идола, то все ваши болезни пройдут. В этом лесу до сих пор встречаются разноцветные мхи. Голубые, синие, белые. Ну что ж, а знаменитые генковские полосы, стоит сказать и о них. Это одни из самых красивых лесопосадок в нашей губернии. Во времена Царской России под руководством известного ученого лесовода Нестора Генка на территории нынешних Безинчукского, Хворостянского, Волжского, Кенельского и Красноярского районов были созданы лесные полосы. Они защищают губернские земли от разрушения ветром и помогают сохранять влагу в почве, да и просто украшают наши степи. Еще больше интересных фактов из истории нашей губернии в каленаре. Сегодня 23 сентября. 23 сентября 1913 года в старой бухте реки Самара началось строительство яхт-клуба. Внешне здание напоминало морское судно, в центре которого возвышались две белоснежные мачты. Была в нем и красивая кают-компания со сцены. В здании могло разместиться несколько тысяч человек. Яхт-клуб проводил самые различные состязания. Очень популярны были соревнования по футболу, волейболу, тяжелой и легкой атлетике, борьбе и боксу. По сути, яхт-клуб был первой саморепрофессиональной спортивной организацией. В этот день, ровно 195 лет назад, появился на свет человек, первым измеривший скорость света в земных условиях, знаменитый французский физик Арман Ипполит Луи Физо. 23 сентября 1861 года родился немецкий промышленник, инженер и изобретатель, основатель фирмы имени самого себя и придумавший свечу зажигания Роберт Бош. 23 сентября 1902 года родилась Надежда Кашеверова, известный советский кинорежиссер, подарившая нам чудесные фильмы-сказки «Золушка», «Тень», как Иванушка-дурачок за чудом ходил. Сегодня поздравление с днем рождения принимает Владимир Востриков, известный в Самаре краевед, искусствовед и фотограф. День ангела сегодня у Андреев, Павлов, Константинов и Петров. 23 сентября – астрономическое начало осени, день осеннего равноденствия, когда продолжительность дня и ночи на Земле одинакова и равна 12 часам. При этом в северном полушарии осень, а в южном – весна. В старину считали, что в этот день рябина становится сладкой, но на самом деле ягоды теряют горечь только после первых заморозков. Также народные приметы говорят – если ягод немного, то осень пройдет без дождей. Продолжим листать календарь завтра. Всем удачи! В рубрике «Яркие кадры» сегодня одна из достопримечательностей нашей губернии – Бузулукский бор. О нем написано множество научных работ, но лучше всего, конечно же, не писать о нем, а увидеть вживую, не читать, вернее, а увидеть вживую уникальный хвойный лес запечатлел Валерий Григанов. Мы ему говорим спасибо за это. Здесь растет знаменитая сосна, возраст которой почти 300 лет. Стоит посетить. Да, когда гуляешь по лесу, действительно, телевизация куда-то исчезает. Ты как будто отправляешься в прошлое, когда еще в то время люди делали посуду из дерева, о машинах вообще не мечтали, а в перерывчиках играли на лире. Да, люди в прошлые века мастерили такие необычные инструменты, которые сейчас сложно представить. Как раз один из таких инструментов нашла наша Марина Баркова. Смотрим и удивляемся. Самарчанка Надежда Малыванова этим летом домой вернулась не с пустыми руками. Привезла из столицы белокаменный новенький дикоинный инструмент до гусляра Илью Ахрамеева в придачу. Лира колесная ей понадобилась, чтобы играть на ней старинные духовные песни, а добрый молодец в качестве исполнителя и наставника. Годик придется с ней повозиться, прежде чем приноровиться к ней, потому что это очень капризный инструмент. Например, тут все влияет, как наканифолил колесо, как-то обмотал струны, как тут еще что-то, какие-то факторы. То есть много влияет на то, чтобы был хороший звук. Илья, дай-ка мне еще раз шварту. Дуэт Ильи и Надежды выглядит так, словно музыкантов ненадолго телепортировали прямиком из 13 века. На самом деле Илья – известный московский гусляр, а самарчанка Надежда – артистка местной филармонии. Сдружила их любовь к русской старинной музыке. Это вот такая вот большая скрипка, может быть, да? Она похожа на большую скрипку, но в то же время смычком здесь служит колесо. На струнах намотаны такие нити, натуральный шерст. Здесь еще существуют вот клавиши такие, да? Лира колесная – единственный пока новодельный инструмент в Самаре. Хотя до революции лиры встречались на каждом шагу. Сегодня единичные экземпляры хранятся в местных музейных фондах, но уже в нерабочем состоянии. Стоит в мире около ста разновидностей колесных лир. Это очень распространенный инструмент в Европе и также в России. По России ходили такие певцы, называли колики-перехожие или лирники. Вот были такие артели лирников, они ходили, пели духовные стихи. Этот жанр был очень распространен на Руси, но в связи с гонениями много лирников было уничтожено. Поэтому сейчас это в диковину, да, вот этот инструмент. Звуками колесной лиры заслушивались Марина Баркова, Виталий Рылеев, Александр Каракулько. Программа «Утро губернии». Хорошие новости ждут нас под Новый год. К 31 декабря в Курумыче откроется новый аэровокзал. Здорово! Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море, тайги. К сожалению, это не про нашу губернию, тайги у нас нет. Зато у нас есть грушинский фестиваль, на котором найдутся песни на все случаи жизни. Встречаем нашу рубрику «Грушинское утро». Поднявший вечно наш союз, Достоин будет лучший карты. И я за жизнь его тогда Не дам и слом и ломан и дам. Возьмемся за руки, друзья, 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 Возьмемся за руки, ей Богу. А к нам присоединился наш утренний гость Андрей Артемов, краевед, человек, который водит ночные экскурсии по нашему замечательному городу. Доброе утро! Здравствуйте! Все верно? Да, я бы просто сразу сделал небольшую поправку. Я себя, так сказать, позиционирую как краеведа, широко известного, но в узких кругах. Потому что у меня хоть и есть историческое образование, но, наверное, с полным правым краеведом я себя назвать не могу. Я только в начале этого пути, вот так скажем. Почему проводятся ночные экскурсии? В чем их смысл? Откуда вообще появилась такая идея? Предыстория таковая. Начну сначала, если можно. Родился я в далеком 1985 году. Остальные подробности моей молодости мы опустим. И вернемся к тому моменту, когда я стал, помимо краеведа, историка и просто хорошего человека, еще и журналистом Самарского медиапортала «Другой город». А у нашего медиапортала, он же интернет-журнал, называет кто как хочет, у него каждый месяц есть тема номера. И вот в августе темой номера была «Самара ночная». И однажды с утра, когда я пришел в редакцию, ко мне подошли мои товарищи, встали вокруг меня полукругом и сказали, «Андрей, у нас родилась идея. А не устроит ли нам экскурсию по ночной Самаре?» Потому что никто, в принципе, ночью этого не делает. Я говорю, в принципе, идея-то хорошая, но при чем здесь я? Да, я-то уже понимал, при чем здесь я, но я решил просто спросить, мало ли что. И меня назначили экскурсоводом, так как вот в нашем медиапортале «Другой город» я как раз отвечаю за краеведческие темы, я веду отдельную свою, так скажем, колонку «Альтернативная география Самары», где рассказывают о всяких интересных, но негласных районах Запонской, Зубчининовка, Безымянка, моя любимая. И вот, и я повел, как Моисей, своих экскурсоводов. Блуждаем мы, правда, не 30 лет, а всего 2-2,5 часа. Были уже две прогулки. Вот мы у стадиона «Динамо» за вашими спинами как раз находимся. Это прошлая прогулка, а следующая она будет в эту пятницу, 26 сентября. Какие места вы посещаете и как составляете маршрут путешествия? Так как я являюсь, так сказать, ключевым звеном этой экскурсии, то маршрут составляю я, исключительно из своих каких-то меркантильных и не меркантильных интересов. Вот, например, последняя наша экскурсия, кадры с которой мы видим, она начиналась от стадиона «Динамо» и заканчивалась у «Универмага юности». То есть это такой рандомный достаточно маршрут, то есть чтобы человек, идя по нему, не догадывался, а где он закончится. То есть вот такая штука. Сложно ли ориентироваться ночью в городе? Ну нет, на самом деле нет. Если ты, так сказать, хотя бы раз проходил по его улицам днем, то ночь не составляет какой-то большой угрозы или опасности, тем более благодаря властям, опять же, нашего города, даже, возможно, не побоюсь этого слова, области, освещение, вот мы видим, прекрасный фонарь горит. Ну как бы заблудиться достаточно трудно, тем более экскурсии мы пока проводим в исторической части Самары, где, так сказать, много материала, которые можно рассказать именно экскурсантам. То есть ни разу не заблудились пока, слава богу. Как вообще реагируют участники экскурсии на такие прогулки? Не боятся ли? Какие вопросы задают самые частые? Нас достаточно много ходит. Последний раз было более пяти тысяч человек, поэтому я думаю, что мы даже... До конца дошли только трое. И на то... Нет, слава богу, мы посчитали. Потери были небольшие, совсем нелетальные, так скажем. Но я думаю, такой вот большой дружной компанией мы можем, опять же, на ту же безымянку абсолютно спокойно пойти, и нам ничего не будет. Как окружающие люди реагируют на то, что вот такая толпа народа ходит с экскурсоводом? Да, вот знаете, что интересно, реагируют радостно. У нас экскурсии, они проводятся в пятницу вечером, а пятницу вечером мы все с вами понимаем, что это, так сказать, пора возлияний активных. И некоторые люди, которые как раз этим возлиянием уже были подвержены, они очень удивляются, видя такое вот большое количество народа, куда, кто идет. На нашей первой экскурсии, вот кадры, опять же, которые мы видим, даже стражи правопорядка заинтересовались, проезжая мимо нас, и спросили меня, а за какую партию вы агитируетесь? То есть они, видимо, подумают, что это митинг такой ночной. Я честно признал, что мы все беспартийные, но патриоты. Больше никаких затруднений это не вызывало. Присоединяются ли к вам прохожие, или, может быть, какие-то другие участники, скажем так, которые не знали о вашей прогулке, но вот в процессе решить? Ну, за этим мне следить уже достаточно трудно, потому что я подаю какую-то информацию, еще так отслеживать, так, вот этого не было, он только что подошел, что с ним делать. Конечно, такого никто не делал. То есть если кто-то присоединяется, ну, слава богу, если кто-то уходит от нас, мы их запоминаем, заносим в черный список, и все. Шутка. Какие районы города вы будете в будущем исследовать, куда лежит ваш путь, расскажите нам. Вот третья экскурсия, она у нас будет, опять же, по историческому центру Самары, она будет начинаться от Струковского сада, где она закончится. Это тайна, покрытая мраком вечерней Самары. Ну, вообще, планы у нас достаточно, так сказать, грандиозные. Правда, уже погода не столь позволяет так вот вольготно прогуливаться по Самаре, но я думаю, что на будущий год мы прям с весны возьмемся за это дело и облазим всю Самару, может быть, даже окрестностей. Спасибо большое, Андрей. Надеюсь, мы тоже с Сашкой вместе с вами по ночной Самаре прогуляемся. Я очень буду рад вас видеть. Большое спасибо за приглашение. Ну что ж, а мы продолжаем, и прямо по курсу новости. В эфире новости губернии, в студии Татьяна Потоцкая. Доброе утро. Самарские двигатели могут поставить на суборбитальный европейский шаттл. Переговоры об этом сейчас идут между ООО Кузнецов и швейцарской компанией Swiss Space Systems, как сообщили в пресс-службе Самарского предприятия. На совместной встрече с участием представителей ОДК партнеры обсудили перспективы применения маршевого ракетного двигателя НК-39. Это прототип НК-33 при создании суборбитального европейского шаттла, запускаемого системой «Воздушный старт». Не исключено, что в ближайшее время может быть подписано соглашение. По крайней мере, швейцарская страна проявила серьезную заинтересованность в этом проекте. Пока подписан только протокол, определяющий этапность отдельных совместных действий до конца текущего года. Как отмечают на ООО Кузнецов, жидкостные ракетные двигатели НК-39, работающие на керосине и жидком кислороде, способны обеспечить задачи компании. Пахали за себя и за весь район. 19 сельским трактористам пришлось на целый день забыть полевые хлопоты и вместо борьбы за урожай бороться за звание лучшего механизатора области. Площадкой для соревнований стал полигон Самарской сельхозакадемии. Знания правил дорожного движения и фигурное вождение. Без ошибок испытания прошли лишь те, кто справился с волнением и не забыл классический трактор МТЗ. Сергей Павлов как раз о таких. Никто больше намолоть зерна и быстрее спашет зяпи, а кто лучше знает классические правила и без ошибок преодолеет трассу. Техника безопасности и сама эксплуатация техники на конкурсе главное мерило оценки. Сдал теорию сразу в бой. За штурвалом МТЗ механизаторы проходят комплекс упражнений. Правда для некоторых тяжело не сами задания, а трактор. Уже подзабыли управление, сидя на импортной электронике. У меня отец механизатор. И вот я постоянно с ним возился, и алтайцы разбирал, и комбайны Нивы, СК-5, вот эти моторы перебирали. И сейчас мне самому интересно. Вот приезжают к нам дилеры, да, иномарки вот эти делают. Приезжают дилеры, мне тоже интересно к ним залезть, посмотреть, что-то так вот. Мне самому это интересно. Разгон торможения, подъем и спуск с горки и постановка трактора в бокс задним ходом. Фигурное вождение оценивает строгое жюри. Не включил поворотники, сделал резкие откаты и не зафиксировал машину. Каждая ошибка стоит дорогих баллов. Погорели многие на змейке. Говорят, в полях не до таких виражей. Поворот крутые. Внимательно надо быть, чтобы не сбить фишки. Но так, в основном, ничего сложного нет. Мастерство вождения и качество подготовки, признают эксперты, напрямую зависит от уровня технической оснащенности хозяйств. А она ежегодно растет. У нас, если раньше за пределами срока амортизации была техника в пределах 75-79%, то у нас уже сегодня этот показатель уже ниже 50%. Поэтому еще немного, и мы практически обновим всю линейку техники новой и современной. Лучше всех с теорией и практикой справился Владимир Иванов, механизатор из Кенельского района. Приз, денежная премия и набор инструментов. Остальные получили дипломы и ценные подарки. Сергей Павлов, Сергей Костин, Новости губернии, Кенельский район. На Самарской земле принимали гостей с Востока. В регионе прошел форум «Россия-Индия. Диалог культур». В программе «Индийские танцы», выставка национальных товаров и круглый стол по развитию отношений между странами. Почему все это решили организовать именно в Борском районе, наша съемочная группа все выяснила. Земля Самарская, песни и танцы индийские. В село Борское гости с Востока приехали на форум, проходящий в рамках Российского года культуры. Выбор места не случайен. В районе на протяжении шести лет успешно занимаются сельским хозяйством бизнесмены из Индии. Они знакомят россиян с традициями Родины. Я должен показать свою страну, чем она богата, сильна, вкусно все должно быть у нас. Поэтому мы сегодня выставили такую небольшую ярмарку для наших горских коллег. Гости праздника скрепляли узы дружбы национальными локомствами и говорили о миротворческом потенциале двух культур. Сегодня этот форум еще раз покажет то величие культуры, роль культуры, особенно в условиях, когда продолжаются, к сожалению, насилия, войны. И мы видим это в братской Украине, что вот именно миротворческий потенциал культуры, именно культура должна дать свет всем народам для того, чтобы не было ни войн, ни конфликтов. И все народы мира жили в дружбе и согласии. Завершали диалог за круглым столом. Две страны, связанные многовековой дружбой и близкие по духу, и дальше будут развивать всестороннее сотрудничество, заключили эксперты. Сергей Овчинников, Анастасия Гончарова, Александр Каракулько. Новости губернии. Борский район. И пока на этом все. Увидимся. Доброе утро, губерния. В студии Александра Байдачная. И Александр Кондратьев. Да, мы сегодня собираемся в лес, в поход за грибами. Что же нужно знать, чтобы не было в лесу нам холодно, голодно и мокро, об этом знают, конечно, лесники. Ну а лучших работников лесного хозяйства прошлые выходные уже поздравили с их профессиональным праздником и наградили памятными подарками. Также в нашей губернии стартовала акция «Благородство 2014». Каждый может рассказать о благородных поступках своих соседей, друзей и просто знакомых. Для участия в акции нужно подать заявку до 15 октября. Еще одна хорошая новость. В Самаре пройдет первый ежегодный форум молодых лидеров ЮЛИ 2014 Самара. Участники смогут развить свои лидерские качества на специальных мастер-классах и узнать о возможностях самореализации. А в четверг, 25 сентября, в Самаре отпразднуют День Тигра. Мероприятия, посвященные этому необычному празднику, пройдут в Самарском зоопарке. Этот день еще и совпадает с днем рождения амурского тигра по кличке Кактус, который живет в нашем зоопарке. Отличный праздник. А между прочим, наблюдение за животными и птицами помогает справиться со стрессом и вернуть хорошее настроение. Мы еще раз напоминаем, что в Национальном заповеднике Самарского лука существует смотровая площадка, где можно понаблюдать за дикими животными. Да, сейчас мы понаблюдаем за журавлем. Праздник в его честь проходил в Самарском зоопарке. Как это было, расскажет Татьяна Карпо. Журавли расхаживают по клетке, недоверчиво поглядывая на прохожих. Самочка немного дрожит. Видно, еще не совсем привыкла к повышенному вниманию со стороны посетителей. Два года назад эта вольная птичка попала в беду. Летя на юг, не смогла совершить вынужденную посадку. Как итог, сломанное крыло. Свой профессиональный праздник, День журавля, пернатно отмечает уже в Самарском зоопарке. Инвалидов выкормили и выходили местные сельчане, а затем передали в руки специалистов. Птицам этим всегда выделяется внимание. Они всегда любимые сотрудниками зоопарка. Они интересные птицы, непосредственно, но не говоря уже о их красоте. У нас есть рацион. И помимо этого рациона давать какое-то лакомство, может быть, только во вред. А так рацион очень сбалансированный. И живые корма, и растительные, и животные все есть. Помимо серых журавлей, в Самарском зоопарке приютили и их сородичей. Самые маленькие, красавки, прилетели из Большечерниговского района. Родители двух пуховых птенцов были убиты браконьерами. Чтобы приучить малышей к жизни в неволе, потребовалось больше года. Я видела серого журавля. Он большой, среднего размера, и он очень сильно заорал. Чуть всем на уши не отгушал. Еще я видела маленького журавля. Он очень был красивый. А одного я видела в самом начале, девочка была без глаза. То есть один глаз был, а второго не было. Поздравить пернаток с международным праздником приехали юные натуралисты, школьники. Лучший подарок, сделанный своими руками. Восьмилетние мальчишки и девчонки оставили на память о себе авторские поделки. Мы сегодня на этом празднике, в таком помещении, зарабатываем жетон, чтобы получить приз. Мы должны проходить всякие задания, ну и все такое. Празднование Всемирного дня журавля совпадает с периодом его сезонной миграции. Пернаты отправляются на юг в середине сентября. Татьяна Карпова, Вячеслав Потоцкий. Программа «Утро губернии». Мы продолжаем эфир. К нам присоединился Юрий Косаткин, любитель путешествовать автостопом, член клуба любителей вольных путешествий. Доброе утро. Доброе утро. Да, Юр, рассказывай, часто ли у тебя проходят путешествия, бывало ли такое, что ты оказывался в незнакомых местах, как ориентировался, как вел себя? Ну, знаете, это лето было сплошь одно незнакомое место. Собственно, как все началось. Решил поехать на море. Денег, как у студента, не очень много. И все-таки захотелось как-то искупаться в соленой водичке, посмотреть на просторы морские. В итоге я решил попробовать как раз новый способ путешествия для себя – автостоп. И в итоге за 36 часов, это быстрее, чем на поезде, я доехал до Сочи. Ого. Как так получилось? Сколько машин сменили во время этой прогулочки? Всего три машины. Всего три машины? Здорово. Не страшно было? Вы знаете, конечно, были какие-то сначала такие опасения, то, что опасно, вдруг там увезут куда-нибудь. Куда мы едем? Почему не туда? Но потом как-то вот втянулся, разыгрался и понял, что, в принципе, люди гораздо добрее, чем кажется. Слева вы видите, кстати, как раз фотографию из Сухуми, это Абхазия. А туда мы приехали уже, получается, на второй день нашего, на третий день нашего путешествия. Вот, там такие прекрасные виды. Где еще вам удалось побывать? То есть, конечно, пункт был в Сочи, где-то вы останавливались? На самом деле я совершил такой турне от моря до моря, от границы до границы. Из Самары, получается, поехал до Абхазии. В Абхазии заехали до города Сухуми и потом постепенно... Кстати, вот там как раз новая Питсунда. Питсунда просто. Из Абхазии потом поехали в Москву, Москва-Питер и Питер обратно в Самару. Тоже таким же автостопом? Да-да-да, все автостопом. Здорово. Вот этот потрясающий закат просто, ребята, это нужно видеть. Когда море штормит, когда море бушует, это вот энергетика, ее просто нужно прочувствовать. Потому что то, что показывает Питеризор, это одно. А когда это все вауще видишь, когда вот чувствуешь, что это вот свобода непередаваемая, это совершенно другое. Я смотрю, вы с таким упоением рассказываете о своем путешествии, значит, трудных ситуаций вообще не возникало. Или все же были какие-то моменты, скажем так. Расскажите об этом. Моменты трудные есть всегда, без них вообще никуда не деться. Бывало, что стою по два часа под мелким противным дождичком около Петербурга. Очень понравился. Зато около Петербурга там же такой вид и люди интеллигентные. Ну да. Вот. В принципе, старался носиться ко всему с юмором, и любые конфликты, которые возникали, сразу в корне сглаживал. То есть, тут просто индивидуальный подход. На экране сейчас видите, опять же, из Абхазии грот Симона Канонита. Потрясающее место находится в горах. Чтобы добраться, нужно обладать такой нехилой спортивной формой, потому что очень много ступенек, они все крутые. Ну да. Кстати, как нужно подготовиться к такому путешествию, помимо физической формы, что нужно, может быть, с собой в рюкзак что-то набрать. Или особо не беспокоитесь по этому поводу? Что у меня было с собой? Соответственно, рюкзак, палатка, спальня. Это ясно, чтобы не ночевать где-нибудь под кустом просто так. Пенка. Ну и я брал двухдневный запас еды. Больше брать бессмысленно, потому что магазины есть, живем в цивилизованной стране. Вот. А так, в принципе, ну смена комплекта одежды еще. И все. К тому же глава есть, если что-то забыла, то уже выкручиваешься как-то. Мы сегодня говорим о лесах и поздравляем работников лесного хозяйства с их прошедшим праздником. Приходилось ли вам бывать в лесу и как там ориентировались вы? Да, вот красные фотографии видите пример леса. Лес справа. Кусочек. Очень живописный, да. Кусочек сосны. Да, бывало ориентировался, как правило, ну просто запоминал, откуда вышел, куда иду. И вот внутренний комплекс, он как-то помогает в этом деле. Потрясающе. Я вам завидую, потому что если я оказываюсь в лесу, ах, мох, солнце. Все, все. Еще непонятно. Устаться все вместе, да, и кричать «Ау!», чтобы люди меня нашли. Ну, они, как правило, находят. Но дело в том, что еще может быть солнце в зените, то есть вертикально над вами. А мох по всей стороне дерева. Что делать? Как вы пришли к такому образу жизни, что вас не страшит, не страшат вольные путешествия, и что вам нравится вот в таком отдыхе? Вы знаете, когда я вот впервые вообще читал про автостопщиков, я думал, как они пришли к этому образу жизни? Наверное, их выгнали из дома. Но нет, все гораздо проще. Это, наверное, какая-то не усидчивость на месте. То есть желание увидеть что-то новое всегда, чему-то обучаться. То есть есть же люди, которые получают потребующих образований, к примеру. Я, как раз, из их породы, только я не зацикливаюсь только на знаниях. Мне еще интересно побывать там, где я не был. Ну, помимо, да. Прекраснейшая улитка из города Пущино. Пущино, это как раз, о чем мы говорим, о знаниях. Это наукоград нашей страны. То есть один из центров образования. Городок маленький, но в нем 9 институтов. 25 тысяч человек. Здорово. Прям только заходишь на эту территорию, уже чувствуешь себя умнее. Да, вот уже там люди вообще проходят. А как проходило знакомство, ну, так скажем, с вашими попутчиками? То есть вы останавливали машину, говорили... Что вы говорили? Да, есть какие-то психологические уловки, чтобы точно вас взяли? Ну, это уже, получается, от всех проходит на стадии, вот, ты палец поставил, и уже остановились, значит, что этот человек от тебя хочет. Как правило, это водитель, которому скучно, он едет на длинную дистанцию, и ты просто скрашиваешь, пальцешь своими эмоциями за то, что он тебя подбрасывает. Как правило, говоришь, здравствуйте. Ед туда, ты подбросите. Да, и потом уже в ходе начинаются беседы. Да, в ходе начинается. Был интересный случай, выезжал как раз из Пущино, встретился водитель, очень сильно похожий на Хью Джекмана. Вы знаете такого актера, да? Конечно. Я такой сижу, а можно нас, пожалуйста, сфотографировать? Зачем это? Я говорю, ну, понимаете, похоже на актера американского. Такую медленно руку достает. Почти, я говорю, перечисляю, где он, значит, играл актер. Он... Нет, все это фантастика, все это нематериальное. Поехали дальше. А где самые красивые пейзажи? Вам запомнились самые красивые виды? Морские, наверное? Два места запомнились больше всего. Это как раз Абхазия. Когда едешь по серпантину по горному, и видишь вот тут горы, и вот на этих горах, как вот, как корона облака. Это нужно видеть. Абхазия и Петербург, наша культурная столица. Это непередаваемое ощущение свободы, того, что вот все люди разные, все люди индивидуальности. Как-то вот интеллектом все пропитано. По нашей губернии приходилось путешествовать? Да, я к тому же занимаюсь велосипедным спортом. Так что, в принципе, изъездил, я считаю, более-менее хорошо в нашей области. Давайте прервемся буквально на минутку на наш традиционный опрос. Я пользуюсь навигатором. Вот так и не заблудиться. Ориентироваться на север. А как узнать, где север? Где меньше ветки растут на деревьях. Где муравейник, где, по-моему, более такой ответственный. И звезда. По компасу. А еще какие-то зеленые, если нет компаса? По мху. С северной стороны мах растет. Нужно иметь в собой компас и карту. Надо по солнышку. Если ночью, то по луне. А если север найти, надо дерево посмотреть со стороны, где мох растет. Вот на север выйти. Не ходить в лес? Клубочек распутываешь и идешь потом. О, Гензель и Гретель. Точно, по хлебным крошкам надо выбираться. Слушать птичек. И что? Ну, они подскажут. С головой дружить. Ты в лес несчастный без компаса. Юр, путешествуешь в основном один или все-таки с компанией тоже удавалось? Путешествовала с подругой. Вот. Собственно говоря, почему я решился на это дело сподвигнуться? Потому что подобралась хорошая компания. И, как правило, хорошая компания есть все-таки не так скучно. Выходить в Самару это была на самом деле тоже отдельная тема. Мы опоздали на электричку. Хотели дать себе слабину в самом начале, уехать до Сызрани. И оттуда уже машина как раз поймалась. Но мы на ней не успели, поэтому пришлось брать все-таки из Самары. Здорово. Для вас вот отдых, пример лучшего отдыха, это какой отдых? Может быть, палатки, гитара, костер? Или пробежки, поднятие в гору, купание в море? Или все-таки путешествие автостопом? Я все-таки за разнообразие. То есть отдохнуть, допустим, после тяжелого трудового дня, когда интеллектуально напрягаешься, пробежка вечером в парке. А если, допустим, вот лет, хорошая погода и время свободное, в принципе, позволяет, то как раз можно отправиться в место, в котором еще не было. Допустим, сейчас, раздумываю, в следующем году поехать либо на Ближний Восток, либо в Непалу. То есть, демократно. Ну, а мне все-таки интересно, в Самарской области, в нашей губернии, куда можно отправиться, как велосипедист со стажем? Расскажите. А, то есть сезон подходит к концу, а велосипед, как был на балконе, нужно все-таки его достать. Самое время доставать? Да. Ну, во-первых, точка главная – это Лысая гора. Оттуда прекрасно видит непосредственно на вот нашу матушку Болгу. Да, мы сегодня уже любовались им. Вот. Второй вариант – это Жигалевский заповедник. Если позаривает время, это на целый день. Там просто потрясающие виды. Болгус, особенно как трава, цветет. Такое ощущение, что воздух пропитан медом. Ты вот ездишь и вдыхаешь этот аромат, которого в городе просто нет. А в целом есть клуб «Велосомара», который организовывает часто покатушки. Так что можно прибиться к ним, пожалуйста, в любое время. Здорово. Спасибо большое, Юрий. Спасибо. Побольше вам путешествий, приятных эмоций и, конечно, хорошего настроения. Спасибо. Ну что ж, а мы продолжаем. И наш путь лежит в далекий Перу. Благо, далеко ходить не нужно. В шаговой доступности. Репортаж Елены Шишкиной. Этот ролик может принести художница Сесилия Переда с престижную премию «Эмми». Впрочем, перуанка и так хорошо известна миру, благодаря своим ярким и запоминающимся работам. Сейчас Сесилия живет между Филадельфией, где муж преподает музыку, и родной Коста-Рикой, где живут ее дети. Кочевая жизнь и многочисленные путешествия – постоянный источник вдохновения для художницы. Свою профессиональную карьеру она начала как живописец, потом увлеклась трехмерными объектами и, наконец, пришла к фотографии. Сесилия в буквальном смысле слова растворяется в своих работах, используя собственное тело, как чистый холст. Это очень автобиографичное искусство, и для меня важно, что в каждой картине я – объект. Я не хочу никакого натурщика, чтобы он страдал долгие часы, пока на тело наносится рисунок. Ее произведения очень декоративны, переполнены цветом и орнаментом. Они абсолютно этнические и очень личные одновременно. Когда я жила в Коста-Рике, у нас была ферма, где мы выращивали хризантемы. Вот этими руками я выращивала хризантемы на продажу. Для меня это важное воспоминание. В Самару приехали работы из двух серий – анималистической и пейзажной. В первой Сесилия примеряет на себя образы животных или вымышленных существ, а пейзажная серия построена на растительных орнаментах, которые буквально поглощают женское тело. Отсюда и название серии – «Невидимая женщина». «Ты видела уже что-то подобное или это оригинальное что-то?» «Это очень оригинальное». «Могла бы сама так позировать?» «Ну да, наверное». «Какая бы ты стала птицей или цветок? С кем бы ты была?» «Цветком». «Каким?» «Лилией». «Интересно, как-то загадочно, завораживает». «Вы себя видите на подобной картине?» «Да». «Цветком?» «Цветком, волнами, ну да, природой». Сесилия Парадес много выставляется по миру, и всегда ее экспозиция вызывает восторг у зрителей. Но это совершенно не гарантирует, что в таком стиле художник будет творить до конца жизни. «Я всегда иду наугад, как слепец. Я прихожу в студию и начинаю работать, никогда не зная заранее, что получится. Если есть сомнения, просто начинать и работать. Вот что я всегда говорю молодежи». Елена Шишкина, Алексей Гриднев, «Утро. Губерния». И по традиции наш гороскоп начнет Саша. И начну Совнов. Сегодня будьте осторожнее с пищевыми утехами. Соблазны в виде горы пышек и води с рассонником могут обернуться серьезным недомоганием. Скажите «нет» жирным беляшам и «да» творожку с йогуртом. Тельцы охотников испортить вам настроение сегодня найдется более чем достаточно. Проще всего пойти на поводу у обстоятельств, но правильнее всего сохранить позитивный настрой, несмотря ни на что. Я тучу разгоню руками. Помните такую песню? «Близнецы, вы знаете, что вы правы, но так считают не все. Доказывать с пеной у рта, что истина на вашей стороне, бессмысленно. Возьмите паузу и дайте жизни самой расставить все точки над «и». Цыплят по осени считают». Ракем, добиты свои цели с помощью бури и натиска сегодня вряд ли получится. Ищите более тонкие и виртуозные способы заполучить желаемое. Заодно и потренируйте свой талант тонкого манипулятора. Львы, постарайтесь побороть свою подозрительность. Людей это отпугивает. Прямо сегодня назначьте сеанс великого доверия. Например, не звоните своей второй половинке по 10 раз на дню и не проверяйте за коллегой его работу. Он давно все умеет сам. Девы, сегодня не всегда получится держать в узде настроение. То и дело ваши эмоции будут пускаться в скач. Перейти сгалопа на спокойный шаг сумеете только к вечеру. Главное следить, чтобы из-за перепадов настроения не пострадали важные дела. Весы, справиться с делами у вас получится шутя. Неведомая сила будет наполнять вас бурлящей энергией. Постарайтесь ее не растерять и использовать удачный момент на полную катушку. Результаты любых усилий окажутся блестящими. Скорпиона, вы можете получить приглашение на очень интересное мероприятие. Поначалу оно может не вызвать у вас энтузиазма и показаться событием не по профилю. Но это не так. Его посещение может открыть для вас новые и очень заманчивые перспективы. Стрельцы, сегодня у вас как раз тот самый день, когда на вопрос, как дела, отвечает сплошная напряженка. В ситуации аврала и стресса лучше всего мысленно расставить спасительные маячки. Перерыв на обед, прогулка вокруг офиса, смс к любимому, вечерний чай. Так и доберетесь до конца рабочего дня без потерь. Козероги, то, что вчера вам казалось вселенской катастрофой, сегодня выглядит как смешной пустяк. Утро и в самом деле вечера мудренее. Советуем взять на заметку этот способ суточной передержки проблемы. Время ваш лучший друг. Водолей, постарайтесь сегодня не оставлять без внимания ни одного самого мелкого недоразумения. Проясняйте все сразу и до конца. Иначе из пустяка вырастет гигантский монстр конфликта, разрешить который вы сможете очень нескоро. Рыбы, все в дом. Этот прекрасный лозунг вам нужно взять на вооружение. Больше не откладывайте намерения, наконец, купите те самые красные чашки на кухню. Сегодня одни достанутся вам с выгодной скидкой. На сегодня все. Подводя итоги нашего эфира, что мы знаем? Мы знаем, как не заблудиться в лесу и где растут самые вкусные грибочки. Друзья, и даже если грибов вы не найдете, то нас вы обязательно найдете завтра на этом же месте, в тот же час. С вами были грибники и лесовики Александр Кондратьев. И Александр Байдачин. Пока. Одежда ведущим предоставлена сетью магазинов модной одежды New Yorker. Благодарим фитнес-клуб Киноп-Велнос за помощь в проведении съемок.